Фестиваль Черчаян завершился. Последним спектаклем в афише стала старомодная комедия. В постановке Центрального академического театра Российской армии. В постановке задействованы всего два актера Сергей Колесников и народная артистка России Алина Покровская, известная широкой публике по художественному фильму «Офицеры». Сюжет старомодной комедии советского драматурга Алексея Арбузова разрушает все предрассудки и предубеждения о возрасте. Блестящие актеры Сергей Колесников и Алина Покровская с юмором рассказали трогательную историю о том, что одиночество не приговор и настоящая любовь может прийти в любом возрасте. Что же ты, радость моя, такой неказистый, влёкный, тоскливый. Вы знаете, я должен заметить, что и от женщин трудно подчас сказать, что и водоприк. Так уж и ничего. Решительно. Действие происходит на Рижском взморье. В санатории главная героиня Лидия Васильевна сталкивается с главным врачом Родионом Николаевичем. Декорации на сцене минимум – стол, два стула или скамейка. На заднем плане настроение создаёт советская кинохроника. Всё внимание приковано к героям, к их диалогам, иногда комичным, иногда до слёз драматичным. Интересный режиссёрский ход. Место действия периодически переносится в зрительный зал наблюдать игру актёров. На расстоянии вытянутой руки – отдельное удовольствие. А чемоданов-то нету! Чемоданы-то украли! И посильнее! А куда же без чемоданов, а? Либо! Очень приятно, да, что нас не забывают московские гости, московские артисты. Вахтанговцы у нас были, и Маяковский у нас был. Очень приятно, правда. Замечательный спектакль, потрясающие эмоции. Пусть приезжают к нам почаще. Мы пришли целенаправленно на этот спектакль, на эту актрису. Спасибо большое нашему правительству за то, что к нам привозят таких актёров. После спектакля зрителей ждал ещё один сюрприз – творческая встреча в неформальной обстановке с актёрами Театра Российской Армии. Артисты рассказали о том, как они попали в профессию, о своих любимых ролях на сцене и в кино. Алина Покровская читала стихи Цветаевой и Ахмадулиной. Но самое главное – актёры обещали сделать всё, чтобы вернуться в Хакасию. Уже с новым спектаклем. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.